Уважаемые братья и сестры, когда Всевышний Аллах описывает верующих мусульман, описывая их, говорит в Священном Куране, в сурате Аль-Анфаль, «Иннамаль му'минунал лавина, иза дукер Аллаху, ваджилят кулубухум». Поистине верующие это те, когда вспоминает Всевышнего Аллаха, когда читают строки из Священного Курана, их сердца наполняются трепетом перед Всевышним Аллахом. А когда читаются им строки из Священного Курана, их сердца наполняются иманом, иман их увеличивается. И они полностью всеми своими сердцами полагаются на Всевышнего Аллаха, субханаху ва-та'аля. Их Аллах, субханаху ва-та'аля, описывая таких верующих, сказал, «Уля ика хуму л-му'минуна хакка». Поистине это истинно верующие Всевышнего Аллаха, субханаху ва-та'аля. Одно из качеств верующего мусульманина, то, что он верит в «Ильму л-гайба», в знание скрытого, то, что присуще только Всевышнему Аллаху, субханаху ва-та'аля. Как сказал Всевышний Аллах, «Ал-лязина ю-минуна бил-гайба». Верующие они те, которые веруют в скрытые. Те знания, которые только у Всевышнего Аллаха, субханаху ва-та'аля. Также Аллах, субханаху ва-та'аля, в Куране говорит, «Инна Аллаха, индаху л-му саа». Поистине у Всевышнего Аллаха, субханаху ва-та'аля, знание о часе. То есть, когда наступит судный день, или когда придет смерть, час человеку, об этом знает только один Всевышний Аллах, субханаху ва-та'аля. «И он не спосылает дождь». «И то, что находится в утробе их матерей, знает только Всевышний Аллах, субханаху ва-та'аля. «И ни одна душа не знает то, что завтрашний день с ней случится». «И ни одна душа не знает, на какой земле она умрет». Например, в этом году в Мекке, в Мине, столько людей погибло. Они перед тем, как поехать на хадж, с неятами, с такими намерениями, что вернутся в свои дома. Но Аллах, субханаху ва-та'аля, послал ангела смерти им там. Поэтому никто не знает, где он, на какой земле умрет. «Инна Аллаха алиймун хабир». Поистине Всевышний Аллах, субханаху ва-та'аля, он единственный знающий и осведомлен обо всем. В наше время распространилась такая болезнь. Эта болезнь еще давно была, со времен Муса, алейхи салям. И на сегодняшний день эта болезнь, к сожалению, распространяется среди людей, и в том числе среди мусульман. Среди тех людей, которые говорят «Ля Иляхи Илла Аллах», из них бывают те, которые читают намаз, на языке у них «Ля Иляхи Илла Аллах», но, к сожалению, они попали под эту болезнь. И болеют этой болезнью. Я свидетель сам, сколько людей заболели этой болезнью. Некоторые из них попали в больницы. И эта болезнь – обращение к гадалкам, обращение к предсказателям. Поэтому в сегодняшний день, когда некоторые переживают кризис в своих делах, в своем бизнесе, спешат, идут к гадалке, идут к предсказателю, чтобы он им открыл книгу, рассказал, что будет. Но эти вещи строго запрещены Кураном и сунной пророком Мухаммада, саллилаллаху алейхи саллим. Касательно таких вещей, когда человек думает, что это просто, что это легко, ничего такого нету, но это великий грех перед Всевышним Аллахом. Как говорит Аллах в Куране, «Яхсабу наху хайянан, ва хуа инда Аллахи азим». Они думают, что это легко, легкий грех, ничего такого в этом нету, но это великий грех, великое дело перед Всевышним Аллахом. В этой хутбе хотелось бы напомнить и рассказать, и также передать своим близким, родственникам, и также, чтобы наши дети в этом же возрасте знали, какое это является большим грехом обращения к предсказателям. В первую очередь, «Перед тем, как предсказать этот предсказатель или эта гадалка, должен сделать какой-то великий грех, который выводит его из религии, перед тем, чтобы выйти на связь с этим шайтаном, с этим карином, с этим джинном». «Подобно такому, это когда он кладет вот этот гадалка или предсказатель, Куран, священное писание, под ноги, заходит с ним в уборную. Вот после этого, после таких действий, шайтан, его карин, выходит с ним на связь. Но перед тем, как Аллах, субханаму ата'аля, посылал Харута и Марута к людям, они говорили, приходили со словами «Иннама нахну фитнетуум фаля текфур». «Поистине мы пришли для того, чтобы сбить тебя, чтобы соблазнить тебя, испытать, и ты не предавай Аллаху субханаму ата'аля куфр, не входи в неверие, не вступай в неверие». Иногда задается вопрос, вот даже из некоторых прихожан, почему ведь они предсказывают о хорошем? Сами эти некоторые из этих людей, которые предсказывают, открывают Куран, сами же они читают намаз, сами они верят в Аллаху субханаму ата'аля, но эти люди отошли от Писания, от Кур'ана и от сунны пророка Мухаммада, саллаллаху ата'аля куфр. А что говорит Всевышний Аллаху субханаму ата'аля о такой ситуации? «Ва мэйя ашу ан викри ррахмани, нукайд ла ху шайтанам, фа хуа ла ху карин». Тот, кто отдалится от поминания Аллаха, тот, кто отдалится от Кур'ана, от сунны пророка Мухаммада, саллаллаху ата'аля куфр. Мы привяжем ему Карина, напарника из числа шайтанов, из числа сатаны, и он будет его напарником. «Ва иннахум ла ясуддунахум анисабил, ва яхсабуна аннахум мухтадун». И эти напарники из числа сатаны будут всегда сбивать этого человека с прямого пути в тот момент, когда сам этот человек будет думать, что он идет по прямому пути. «Ва иннахум мухтадун». «Ва иннахум мухтадун». Сурина Аллаху субхану ата'аля, в сурате «Ан'ам» говорит, «Ифтод дзен», «Судни дзен». Когда Всевышний Аллах субхану ата'аля соберет на один мащар, соберет всех джинов и всех людей и обратится к джинам и скажет, «О, джины, сколько большое количество людей вы соблазнили!» И скажет их не аулия из людей, а аулия этих шайтанов, друзья этого сатаны. «Раббана стемтаа ба'буна биба'б». «О, Аллах, он наш Господь!» Мы друг другом наслаждались, друг другу приносили пользу. Ведь Иблис, его задача побольше людей сбить с прямого пути. А этот его друг из этой жизни, из людей, он берет для себя какую-то финансовую выгоду в этой жизни. Поэтому Аллах субхану ата'аля в Коране говорит, «Инна кейда шайтани каэна дайфа». Поистине, соблазны сатаны, они очень слабы. И это говорит Аллах субхану ата'аля о Иблисе, о самом большом, о самом главной сатане. А что говорить о других шайтанов? Поэтому Аллах субхану ата'аля, после того, как соберет их, когда услышит их ответы, скажет, обратится к ним, «Каля нару мэфуакум халидина фиха». Ваше место пребывания – это нар, это джаханнам, это адская гиена, где вы пробудете навечно. «Илля ма ша Аллах». Исключением будет только лишь те, над кем смилуется Аллах субхану ата'аля. Иногда человек без задумки, без задней мысли обращается к какой-то гадалке. Также раньше это было на улице, кому-то гадали на руке, на его ладони. Думают, что такого, давай ради интереса. Вот что говорит об этом пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Если человек обратится к гадалке, если человек просто обратится к предсказателю просто, чтобы проверить, послушать его, и спросить его о чем-то, то не примется у него намаз в течение сорока дней, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. То есть человек, он думает, что такого, обычное дело подойти, узнать ради интереса, особенно молодые люди, не примется его намаз в течение сорока дней, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Но он не должен при этом оставлять намаз, если такое случилось. Он должен продолжать читать намаз, но будет на нем грех, подобно того, который не читает намаз на протяжении сорока дней. Упаси Аллаху, субханата Аля, всех от этого. Если он умрет в таком состоянии, как он станет перед Всевышным Аллахом, субханаху ата'аля, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Первое, за что спросит человек, Аллах, субханат аля, в судный день, за его намаз. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ключ к джаннату, ключ к раю, это его намаз. Это намаз, это молитва. И последнее, что сказал про жизнь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, повторяет трижды, намаз, намаз, намаз. Ради такой мелочи, ради интереса человек обращается, а как обычно это делают? Погадают себе на руки, бесплатно, говорит ему о его имени, о имени его отца, он начинает ему верить, и после этого, если хочешь узнать, когда ты женишься, что с тобой с семьей случится, то тогда давай платить деньги, потом я тебе еще больше расскажу. Если человек верит, это только если он просто обратится и спросит, а если верит, то тогда уже к нему касается другой хадис, еще строже, хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, قال, саллаллаху алейхи вассалям, «Ман ата кахинан ау аррафан, фасаэллэху аншей, ман ата кахинан ау аррафан, фасаэллэху аншей, фасаддэкху бима якуль, фа кады кафара бима умзила аля Мухаммадин, саллаллаху алейхи вассалям». То, кто обратился к гадалке, предсказателю, и что-то у него спросил, и поверил его словам, тот не уверовал, сделал куфр в то, что не спослано пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Что не спослано пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям? Аль-Кур'ан. Что говорит Всевышний Аллах, субханна ата ла, в Кур'ане? Скажи, Мухаммад, никто ни в небесах, ни на земле не знает гайб, скрытые, кроме Аллаха, субханна ата ла. Получается, в этом случае он делает неверие, передает неверие в Кур'ан, в слова Аллаха, в Аллаху субханна ата ла. Никто из людей не знает альму альхи вассалям. Даже пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах говорит, «Скажи, Мухаммад, если бы я знал альму альхи вассалям, вот это знание скрытого, то я бы больше, еще больше делал бы благих дел, и меня бы не настигло никакое зло». Пророку, саллаллаху алейхи вассалям, не настигло бы зло, если бы он знал, что на ухуде ему сломают зуб, если бы знал, что ему сделают сихр, и через бараньи ножки он бы не взял бы это. Поэтому никто, кроме Всевышнего Аллаха, не знает альму альхи. Аль-шайатин, аулия аль-куфар, аль-куфар аулияхум. Шайтаны, сатана, из джинов, они аулия, они дружат вместе с людьми, с теми людьми, которые предают Всевышнему Аллаху, с товарищей, с теми людьми, которые не веруют в Аллаха. Всевышний Аллах говорит в Кур'ане, поистине мы сделали шайтанов, сатану, друзьями, близкими друзьями для тех, которые не веруют. Также Аллах, Субхану Таилла, говорит в Кур'ане, «Иннаху муттехаду шайатина, аулия аминдуниллах». Они, это категория людей, гадалок, этих людей, которые любят наносить порчи на другие семьи, они взяли для себя близкими друзьями шайтанов и думают, помимо Аллаха, и думают, что они идут по правильному пути. Также Аллах, Субхану Таилла, в Кур'ане говорит, «Мы закрепили за ними, за этими людьми Кур'ана, их напарников из числа шайтанов, и они им приукрасили то, что перед ними, то есть приукрасили веру в судный день, сказали им, что судного дня не будет, отчета не будет, и то, что позади них. То есть те грехи, которые вы совершали, не думайте об этом, не беспокойтесь, так как судного дня не будет, поэтому можете успокоиться и совершать дальше эти грехи». Бывает такое, что очень печально, когда видишь из людей, которые веруют в Аллах, Субхану Таилла, и говоришь им, «Как ты мог пойти на такой поступок? Как ты мог пойти к этому гадалке? Сколько семей расстались на этой почве?» Я сам свидетель, что один человек здесь был, приходил, его супруга ушла от него, потому что ему там что-то нагадали, вот тебе не нужно жить с этим человеком, расставайся с ним, у них дети. Сколько людей, одну девушку из такой хорошей семьи, которая родила прекрасного ребенка, Аллах, субхану Таилла, дал им детей, попала в психушку, в психбольницу, ходя вот к таким гадалкам. Но если бы мы держались крепко за Кур'ан, если бы мы крепко держались за сунну Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то бы этого с нами не случилось. Еще хотят сказать, убедить, что эти люди ведь читают намаз, они как-то через Кур'ан гадают, как-то через Кур'ан предсказывают. Но они отошли от Кур'ана, Аллах запрещает, они отошли от сунны Пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Когда спросили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, касательно таких людей, предсказателей, он сказал, они ничто, сказал о них Пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Они пылинки даже не стоят, такие люди. Сахабы ответили, да. Но однако они нам иногда что-то рассказывают, и это истина. И сказал Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, только лька 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 минал хақ, яхтыфуга льжин, файукриуга фи узуни валии, файаджаалуна мааа миата кэзиба рауаху льбухари. Бухари привозил хадиф, на что Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил, да, это то слово, о котором ты говоришь, что это истина. Джин подхватывает, ворует это и нашептывает в ухо своего напарника, у этого человека из шайтанов. И вместе с этим они, когда рассказывают это знание, они еще придумывают сто обманов, сказал Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Фаляма рааа рааа расуль, саллаллаху алейхи вассалям, нажман, кадрумия бихи, фастанар, факале мухатыбан асхаба, ма кунтум такулуна лимитли хадихи филджа хилия, когда Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, находился вместе с сахабам и видел, как падала одна звезда, свящая звезда, на что он сказал, спросил своих сахабов, что вы говорили раньше об этом, то есть вы сейчас приняли ислам, вы стали мусульманами, в джахилии, когда были вы во времена невежеств, что вы говорили о таких случаях? Калю, кунна на кулу я муту азим ау юля ду азим. Сахабы ответили, мы говорили, что какой-то великий умрет или кто-то великий родится. Факалю, и сказал Пророк, поистине эта звезда не падает для того, чтобы кого-то забрать из этой жизни, чтобы кто-то умер. Или кому-то подарить жизнь. Но, однако, если Аллах, субханаху что-то решил, восхваляет носители трона, ангелы, которые носят трон Аллаха, субханаху и так ангелы на каждом из небес восхваляют, пока это восхваление не дойдет до первого неба. Потом ангелы, которые на первом небе, спрашивают тех ангелов, которые носят трон Аллаха, субханаху и так ангелы, что сказал ваш Господь, и они им рассказывают то, что сказал Всевышний Аллах, его решение. Потом эта информация распространяется на каждом из небес, пока не достигнет до неба и шайтан ворует эту информацию. То, что он говорит, этот джин, это истина, но однако они от себя еще очень много чего добавляют, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху этот хадис приводится сахих муслим, Ахмад вагайрихима. Поэтому, уважаемые братья, такие вещи подобно вот этих гадалок, вот этих предсказателей, к сожалению, мы наблюдаем, это не только, скажем, не у мусульман, но и у мусульман, к сожалению, из числа людей, которые ля и ля и ля лла возомняют себя верующими, в Аллаху Субхану Ва Тааля собирает вокруг себя людей и начинает им предсказывать, с тобой случится так, тебе нужно сделать так, они отдалились от Кур'ана и сунны. Об этом Аллах Субхану Ва Тааля говорит, яхсабунахум. Они думают, они на прямом пути, но однако они сбились с прямого пути, говорит Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля. Поэтому верующему человеку, если придет к нему какая-то беда, неважно, в его бизнесе или с его здоровьем, с его семьей, в первую очередь он что нужен? Восхвалять Всевышнего Аллаха Субхану Ва Тааля, возвращаться к Аллаху Субхану Ва Тааля и просить дуа, молиться Аллаху Субхану Ва Тааля и ближе приближаться к Кур'ану и ближе приближаться к Сунне пророка Мухаммада салаллаху алейхм салам. Тогда он сохранит свою веру, иншаллах, и встанет перед Всевышним Аллахом Субхану Ва Тааля довольным, иншаллах, и Аллах будет доволен им. Иногда бывает такое, что человеку плохо с его здоровьем или его постиг с глаз, то в этом случае бывает тоже человек обращается к предсказателю или гадалке, чтобы он ему в чем-то помог. Но пророк Мухаммад салаллаху алейхи вассалям сказал, Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля не сделал исцеления для этой умы в том, что запретил им. То есть в хараме нет никакого исцеления, исцеления в халале. В первую очередь, иншаллах, нужно смотреть, как пророк Мухаммад салаллаху алейхи вассалям лечился, как он лечил своих сподвижников, сахабов из тех вещей, которые пришли в Сунне. Кираат Сурату Аль-Ба-Кара, чтение Сурату Аль-Ба-Кара. Там в нечетном количестве желательно, и также приводится семь раз. Именно цифра семь, это та цифра, которая пришла в шариате, как пророк Мухаммад салаллаху алейхи вассалям сказал, ищтанибус саба'амубикат, отдаляйтесь от семи больших грехов. Также сказал, что семь небес существует. Также тому, кому сделали порчу, на утащах из финика аджева семь штук нужно покушать. Также талаф делается семь раз вокруг Каабы. Саайя между Софой и Морой семь. Поэтому имам Бин-Ул-Кайям в книге Зад-Ул-Ма'ад сказал, это именно цифра, потому что она востребована в шариате. Также Аллах субханаху ата'аля говорит, описывает двери двери ада семь. Также Аллах обращается к пророку Мухаммаду салаллаху алейхи и салам сказал, если даже ты им будешь за них просить истегфар за этих людей, которые предали пророка Мухаммада салаллаху алейхи и салам семьдесять раз, то Аллах не простит им. То есть цифра семь она востребована в шариате. Самое лучшее, когда человек сам на себя читает. Не обращается. Если он умеет читать, рука сам на себя читает. Поэтому пророк Мухаммад салаллаху алейхи и салам сказал, 70 тысяч из моей общины зайдут в рай без расчета. То есть не будут спрошены, сразу зайдут в рай. И из них пророк Мухаммад салаллаху алейхи и салам описал, из них тот, кто не верит в дурные приметы. Например, черная кошка пробежала. Это отдельная тема или еще что-то. И из них те тот, кто не просит, чтобы на него читали руку. Но если он сам не может читать, то может попросить своего близкого, чтобы почитал на него. Также чтение Аль-Кур'ана на сурат на воду, как приводит в Сунан Аби Дауд, приходит, Айша читала на воду и давала пить это сахабам. И часто задается вопрос, если, иншаллах, человек будет постоянно читать намаз, если он будет соответственно жить в Кур'ану, и сунни пророка Мухаммада будет делать утренний адхкар, зикр, который утром, вечерний зикр, то ничто ему не настигнет, а почему тогда пророка Мухаммада настиг сихр? Поэтому, когда человек защищает себя зикром, защищает себя адхкарами утренними, вечерними, то он или полностью удаляет от него порчу, или до какого-то, то есть смягчает эту порчу. Пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям сделали порчу один из кланов иудейских кланов. Самая сильная, которой порча может быть на земле, сделали ему. И сказали улема, ученые говорят, если бы этот сихр на целый тейп, на целый клан направили, то бы разгромил весь этот клан. Но пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям он чуть-чуть только коснулся посланника Аллаха. Например, ему казалось, иногда он просыпался утром, брал гусль, полное мавене, на что спрашивала его супруга Аиша почему ты берешь гусль? То есть у нас с тобой было что-то, на что она сказала нет, ничего у нас не было. То есть ему казалось пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям это пару раз только, потому что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям он самый из тех людей, которые делал адхкар, он пример нам во всем, иншаллах, и именно был защищен от этого шайтана. И помните, дорогие братья, никого нельзя бояться помимо Аллаха субханаху ате аля. Никакого шайтана, никакого не джина. Иншаллах, если верующий человек верует в Аллаха субханаху ате аля, он должен бояться только одного Творца, Создателя. Как сказал Всевышний Аллах, описывая шайтана, у сатаны нет власти над теми, нет власти над теми, которые веруют в одного Аллаха субханаху ате аля и на него полагаются. Иннама султану, а над кем же у сатаны есть власть? Иннама султану аля ладзине это валяуна. Именно власть у сатаны над теми, которые дружат с ним, с шайтаном. У аллахина гумбихиму шрикун, и те, которые предают Всевышнему Аллаху субханаху. وتعالя сетовариши. Инн Аллаху млайкته юصلون على النبي.